И так, привет всем! Сегодня я снимаю видео о приборах для укладки волос. Я думаю, с самого главного начну. Это фен для волос. Я пользуюсь феном для укладки волос профессиональным. Это Мозер. Мозер это Германия. В нем 1650-1900 ватт, по-моему. Да, если я не ошибаюсь. То есть он очень мощный и произведен он в Италии. В чем особенность, почему я призываю всех купить лучше профессиональный фен, чем обычный бытовой. То, что, во-вторых, на него уйдут намного меньше денег. То есть я имею ввиду то, что чем вы каждые полгода или год будете покупать за 1600, например, фены, да, то лучше купите себе на всю жизнь отличный фен за 3000, за 2500. То есть ценовая категория абсолютно разная. Какие особенности профессионального фена? В нем в комплекте идет два сопла. Вот. То есть у меня это по ширине самая маленькая. Есть еще у меня в наборе побольше. И обязательно вот это расстояние, откуда дует воздух, оно должно быть тонким. То есть не широким, а именно тонким, чтобы лучше попадать на прядь. Вот. Лучше, чтобы оно было съемным. Дальше. Мне, например, удобно, когда переключение идет сбоку. Обычно все советуют, то есть чтобы под рукой оно было. Но у меня был такой фен, это для меня неудобно. И обязательно, если вам говорят, что это, например, профессиональный фен, а шнур у него не толстый и не длинный, то это полный бред. Не берите, это какая-то подделка. Вот. Это все. Также, если вы боитесь то, что фен очень большой и тяжелый, то есть мини-фены, и они не такие тяжелые. Ну, во всяком случае, можно привыкнуть. Но, поверьте, это очень надолго этим феном, я не знаю, уже работала около, вот именно этим 5 лет. И я очень много людей этим феном сделала укладку, поэтому вам очень советую. Дальше. Перейду от фена к расческам для укладки волос. У меня вот такие вот 4, их может, конечно, иметь больше расчесок для волос здесь. Итак, для чего вот такая расческа? Вот так вот она выглядит. Это расческа скелет, я ее называю. Она в основном для поднятия, для объема корней, то есть для поднятия корней. Но, в основном, я использую ее для коротких волос. Это очень удобно. Либо просто высушите волосы. Дальше. Три брашинга. Вот таких идут. Это для расчески. Это вот для длинных волос. То есть они, эта расческа подойдет на мои волосы. Также есть объем еще больше. Это на средние, это на короткие. Вот. Но для коротких есть еще меньше по объему расческа. Это расческа. Олива Гарден. Я советую, если вы будете брать такую расческу, то берите обязательно с резиновой ручкой. То есть, чтобы она не пластмассовая была обязательно. Потому что, когда вы, например, будете вращать расческу, то вам будет неудобно, у вас рукав будет скользить. А когда резиновая ручка, это намного удобнее. Такая, например, большая расческа примерно стоит около 400 рублей. Да, может быть, кому-нибудь это может показаться дорого. И я считаю, что это дороговато. Но один раз купить эту расческу и не знать проблем, как бы, я считаю, нужно. И, конечно же, многие не могут обойтись без утюжка. Вот такой вот у меня утюжок. Он тоже профессиональный. У него также, как и на фене, вот такой вот шнур. Открывается он очень быстро. Здесь титановое покрытие. Почему я брала титановое? Мне утюжок нужен был для того, чтобы делать кератиновое восстановление и выпрямление волос клиентам. Поэтому я его взяла. До этого утюжка у меня был из обычных магазинов электропереборов для домашнего использования. Но, во-первых, нужно было дольше ждать, пока он нагреется. И по пряди проводить несколько раз. Раз в шесть, чтобы волосы были прямыми. Этот нагревается буквально за секунду десять. И на моих волосах, например, они немножко бьются. Нужно буквально два раза провести. У вас волосы будут ровными. Очень удобно то, что шнур будет крутиться. То есть не будет у вас постоянно запутываться провод. Еще, чем этот утюжок хорош, у него покрытие мне очень нравится тем, что когда ведешь по пряде утюжком, он никак не цепляет волоски. У тех, кто есть в утюжке, они понимают, о чем я говорю. Вот. Этот утюжок идет в вот таком вот чехле. Вот такой вот. То есть в нем внутри вот такая вот вставка. Сейчас я вам покажу. То есть он мне пришел в коробке. Вот в таком вот чехле. Чехол открывается. И здесь лежал утюжок. Если отстегнуть вот эту часть, где лежал утюжок, будет вот такой вот коврик специально для того, чтобы вы могли горячий утюжок сюда положить. Вот. Также в комплекте шли две вот таких перчатки. Это чтобы вы не обожгли свои пальцы. Вот такие вот перчатки. Единственное, я ими не пользуюсь. Еще раз хочу напомнить то, что это утюжок от Babyliss Pro. Профессиональный утюжок для волос. Также вы можете накручивать локоны. Советую всем очень хороший утюжок. Это не реклама. Это просто я вам советую, делюсь впечатлениями. То есть очень хорошая штука. Советую присмотреться. Предпоследнее, что я вам хочу показать, это есть у меня вот такие вот щипцы Raventa. Это я очень хотела, чтобы у меня был такой большой объем. Потому что когда у меня были длинные волосы, я накручивала. То есть получались легкие такие волны. Он единственное не профессиональный, но на данный момент он меня устраивает. Естественно, когда у меня будет возможность, я куплю себе профессиональный. В принципе, на первое время он недорого стоит. Тоже советую вам купить. Присмотритесь. Здесь это Raventa. Если вам будет хорошо делать укладку с вот такими вот зажимами. Есть еще пошире. То есть удобно поднять прядь, отделить ее. И зафиксировать. И эти волосы уже укладывать. Но так как у меня средний густотый волос, мне подходит. Но если я возьму, например, вот такой зажим и себе так же заколю, то он мне держать не будет. То есть держать будет как-нибудь на боковом проворе. А эти зажимы больше подойдут и более удобнее будет. Если тонкие, средней густоты волосы. Этот же зажим для... Пусть будут даже тонкие волосы, но погуще. Более густые волосы этот краб лучше всего держит. В принципе, это все, о чем я вам хотела рассказать. Надеюсь, мое видео будет вам полезно. Всем пока!